Вместе со спасателями и работниками коммунальных служб на борьбу с паводком вышли волонтеры. Активисты молодежных организаций и общественных объединений помогают не только информировать граждан, но и укреплять дамбы, устранять последствия паводка. Благодаря совместным усилиям неравнодушных людей дамба в селе Тепличном растет на глазах. На базе Дома дружбы Ассамблеи народа Казахстана по Североказахстанской области организован фронт-офис «Бызбр Гемос», который в себя объединило огромное количество волонтеров со всего региона. Здесь входят не только волонтеры Ассамблеи народа Казахстана, но и также присоединились волонтеры с партии «Аул», с партии «Аманат», с молодежного ресурсного центра. У нас присутствуют волонтеры Ассамблеи «Жестары». На сегодняшний день здесь у нас находится более 120 человек, которые формируют мишкотару для укрепления дамбы, для того, чтобы предостеречь поселок Тепличное от подтопления. Проводить эту большую ответственную работу нелегко. Для всех задействованных людей здесь развернуты палатки. Установлены столы с горячим чаем и баурсаками. Таджикский этнокультурный центр готовит для волонтеров вкусный плов. Для волонтеров, которые насчет наводнения, помогают люди. Вот для них на 150 человек готовили плов. Уже все готово почти. Сейчас они как работа закончится, сразу мы всех раздаем. В регионе продолжается работа по информированию населения. Волонтеры разносят памятки, напоминают о мерах предосторожности. Мы проводим большую работу по защите населенных пунктов от подтопления. Сегодня мужчины работают над укреплением дамбы, наполняют и укладывают мешкотару. Девушки отправились по домам, чтобы раздать информационные памятки об угрозе палатка жителям поселка. С начала года в области вывезено около 2 миллионов кубометров снега. Откачано более 170 тысяч кубометров воды. Стоит отметить, что это рекордный показатель за последние 7 лет. Валерия Филатова, Олег Косинов, МТРК.